Менеджмент и туризм Менеджмент и туризм Менеджмент и туризм и финансы и кредит, также преподавание научной технической деятельности, преподавание в галматинских вузах по специальности финансов и кредит. Научные интересы в сфере предпринимательской деятельности и в сфере педагогической деятельности, пути обеспечения продовольственной безопасности национальной экономики, развития предприятий индустрии гостеприимства, ресторанного дела и гостиничного бизнеса. Автор 110 научной и слегкастической статьи изданий, изданных и опубликованных, используется в учебном процессе университетов Алматы и Астаны. 13 учебных способий, имея в виду 40 секретов по повышению квалификации, по совершенствованию учебно-педагогической деятельности, организации предпринимательской деятельности и деятельности предприятий малого среднего бизнеса. По дисциплине финансов и менеджмент логические последовательности рассматривает методы логические, социально-экономические и психологические аспекты управления финансовыми ресурсами. Основными элементами, участвующими в процессе управления, являются методы управления, оценки и анализа, управленческие решения, функции планирования, организации, мотивации и контроля. Методы активного обучения обучаются по данной дисциплине, имитационные анализы ситуации, имитационное управление, игровые телевизоры, образовывание ролей, игровое проектирование, неимитационное практическое занятие, проблемные лекции, теоретические дискуссии, эссе, научные конференции, презентации дипломных работ. Информация по дисциплине. Перед кредитами данной дисциплины финансов и менеджмент является экономическая теория, теория и практика менеджмента, пост реквизиты, рейд дипломная, практика выполнения и защита дипломной работы. Цель задачи дисциплины является освоение обучающихся теоретических и геологических основ финансов и получения практических навыков, профессионального управления финансовыми ресурсами субъектов предпринимательской деятельности. Задачей дисциплины является изучение обучающимися и приобретение необходимых для управления финансовыми ресурсами предприятий знаний, изучение и получение навыков принципов и методов управления структурой капитала, формирование эффективной финансовой политики, методов анализа и планирования денежных потоков, приемов управления активными и пассивными предприятиями. Уметься формировать и организовывать деятельность финансовой службы при управлении финансовыми предприятиями. Уметь прогнозировать риски, возникающие при производстве финансовыми деятельностями предприятия. На слайде приведены содержания дисциплины, состоящие по типовой программе 17 тем, изучаемых по данной дисциплине. На следующем слайде представлены перечень темы практических занятий 17 тем. На следующем слайде тематика самостоятельных работ. И рассматривается первая тема данной дисциплины. Первая тема – содержание финансового менеджмента. План занятий – определение финансового менеджмента и его значения в обеспечении эффективности управления. Второй вопрос – цели, задачи, функции финансового менеджмента. Третий – задача – этапы развития современной теории финансового менеджмента в системе экономических знаний. По первому вопросу финансовый менеджмент – это система экономического управления производством, которая включает совокупность принципов, методов, формы и приемов управления, вид профессиональной деятельности, связанный с управлением фирмы. Конкретная способность предприятия может быть обеспечена только рациональным управлением воспроизводством финансового ресурса и капитала, находящегося в его распоряжении. Управление финансовыми предприятиями означает управление финансовыми ресурсами в процессе их формирования, распределения, перераспределения, а также используемых с целью получения оптимального конечного результата хозяйствования. Финансовый менеджмент, как важнейшая часть менеджмента, представляет собой форму управления процессами финансирования предпринимательской деятельности. По второму вопросу цель финансового менеджмента означает нахождение оптимального соотношения между краткосрочными и долгосрочными целями развития предприятий и принятия соответствующих решений. Задачами финансового менеджмента являются обеспечение наиболее эффективного использования финансовых ресурсов, оптимизация денежного оборота, оптимизация расходов, обеспечение минимализации финансового риска на предприятии, оценка потенциального финансового возможностей предприятия, обеспечение рентабельности, задача в области антикризисного управления, обеспечение текущей финансовой устойчивости предприятия. Выделяем следующие функции финансового менеджмента, как планирование, прогнозирование, функции организации, регулирования, координация, стимулирование и контроль. Функции финансового менеджмента как специальные области управления предприятием, это управление активами, управление капиталом, управление инвестиционными денежными и потоками финансовых действий. Выделение следующей функции финансового менеджмента, как планирование, прогнозирование, функции организации, регулирование, координация, стимулирование и контроль. Этапами развития финансового менеджмента различает первый этап развития финансового менеджмента 1890-1930 годы, второй – 1931-1950, третий этап 1951-1980 годы. Четвертый – современный этап развития 1981 года по-настоящему характеризуется усилением процессов глобализации экономики, возрастанием нестабильности конъюнктуры отдельных финансовых рынков, как национальных, так и мировых, ускорением темы научно-технического прогресса. На следующем слайде представлены рекомендации по изучению для обучающих по изучению дисциплины финансового менеджмента, вплоть до темы различных темы выполнения различных работ в форме докладов, эссе, презентаций, референдов. И в следующем слайде представлен список рекомендуемой литературы, как Бердалиев, авторы, и два четвертого-пятого незаметного Джамиля Касмена, авторства финансового менеджмента, учебное пособие на государственном и русском языке, изданное в Алматы в 2015 году, издатель системного клиента. Кроме того, различные веб-сайты в учебно-техническом комплексе в Силабусе для обучающихся приведены в большой печень и рекомендуем источников информации по данной дисциплине. Спасибо за внимание.